Здравствуйте, мои дорогие любители керамики! Студия Алимкерамика и я, Анна Борисовна, ее руководитель, поздравляю вас с днем рождения нашего любимого, великого и очень красивого города Санкт-Петербурга. Как много художников, живописцев, графиков, художников декоративно-прикладных стилей создавали за всю историю нашего города его образ. Как красиво прославляли они красоту нашего города, неповторимое своеобразие в своих произведениях. И мы сегодня попробуем встать в эти ряды и тоже немножко порисовать наш город. Как вы уже видите, сегодня мы будем писать наш город в керамике. У нас кисти, у нас ангубы, у нас интересные и красивые произведения. Росписи по эмали кобальтом, голубой краской. Это решетка летнего сада, конечно же. Ну, может быть, кому-то покажется, что она чересчур авторская, с вольным переводом. Но это не суть. Каждый художник имеет право на свое обобщение, на свое видение. И потом в декоративно-прикладном искусстве все-таки допускаются некоторые, скажем так, ну, нарушения, может быть, перспективные. Зато есть свои законы, свои декоративно-прикладные законы, о которых не надо никогда забывать. Я надеюсь, вы узнали Исаакиевский собор. Ну, и, конечно, наш неповторимый силуэт Петропавловской крепости при раскрытых мостах. Это все росписи по эмалю. Это все краски, называемые глазурью. Мы сегодня с вами работаем с бело-жгущейся нашей глиной. Вот она у нас. Мы сегодня работаем ангубами. У нас голубой ангуб, черный, белый. И ангуб, который я составила из голубого и черного. Он немножко более темно-синий, имеет чуть-чуть оттенок такой черноватый, но это придает ему глубины и солидности. Ну что же, начнем. Наш кусочек блины сегодня превратится должен в заготовку. Мы с вами аккуратно разминаем его. Глина должна быть достаточно влажная, но не пачкать руки, как вы знаете, уже и помните, я надеюсь. Вот я приготовила уже заготовочку, с которой будет начинаться сейчас уже раскатка нашего непосредственного пласта, необходимого для работы. Ну давайте ладонью с самой широкой стороной начинаем разминать. Разминаем постепенно в одну сторону, достаточно сильно нажимая, и другой ладонью, тоже широкой стороной, в другую сторону. Вот так, точно так же разминаем нашу заготовочку до того момента, когда мы уже можем взять скалку и раскатать наш пласт. Так, ну вот, смотрите, готово. Наш пласт готов, мы можем его поднять и немножечко, так сказать, переместить. Вот, потом закрываем его тканью. Вы помните, что чистой скалкой мы не катаем, ну в смысле открытой скалкой, но я вас очень прошу растянуть вашу тряпочку таким образом, чтобы складочек на ней не было. Иначе все складки, которые есть на ткани, переходят на глину. Глина очень восприимчива, она воспринимает все горсинки, которые только на нее попадают. То есть она отпечатывает все. Глина прекрасный, у нас исторический материал. В глине запечатлевается все. И даже наше с вами настроение. Когда мы работаем с хорошим настроением, у нас, конечно, получается и работа хорошая. Мы катаем сверху вниз и мы катаем справа налево. Движения справа налево дают нашему пласту возможность распространиться направо и налево и стать более широким. А движения вперед и вверх наоборот дают нашему пласту возможность растянуться по вертикали. А другие движения растягивают его по горизонтали. Следите, пожалуйста, чтобы толщина вашего пласта была равномерная. Так, снимаем и видим, что вы молодцы. Мы молодцы. Дальше у нас идет уже обрезка. То есть мы обрезаем наш пласт до той степени, до которой нам надо. То есть до того размера. Обрезаем наш пласт. Можно взять линейку. Можно делать это на глаз. Но мы с вами отрезаем лишнее. Вот так вот. Отрезаем лишнее. И сразу складываем на кусочек. На большой один кусочек, формируя сразу шар. Потому что шар форма, которая держит хорошо влагу. Если мы оставляем в маленьких кусочках глину, знайте, что обязательно эта глина будет высохшей. И потом уже не готова к работе. Берем влажную салфетку, кладем сюда кусочек глины и закрываем влажной салфеточкой до момента, когда нам эта глина нужна будет для работы. Вот мы все и раскатали. Теперь мы все приготовили. Теперь можно аккуратненько снять наш пласт и положить его вновь на тряпочку. Почему? Потому что, если нужно будет нам сделать раму, которая является тоже частью работы, если нужно будет что-то посмотреть с изнаночной стороны, то в данном варианте нам это все очень пригодится. Так, хорошо. Конечно, наша зубочистка. Конечно, думаем, что рисуем. Для этого можно использовать и картиночку, можно взять мотив какой-то уже, можно нарисовать самостоятельно отдельно или можно сразу рисовать на глине. Ну да, на глине рисовать можно уже с определенным опытом. Но все-таки я попробую. Не только архитектурные памятники, не только архитектурные ансамбли нашего города привлекают людей, но и, конечно же, детали. А деталей в нашем городе очень много. Это фонари, это решетки, это набережные. Очень много интересных деталей есть в нашем городе. Я займусь, пожалуй, что вот чем. Я попробую изобразить какой-нибудь фонарик. Я начинаю рисовать прямо на глине. Прямо на глине. Если я ошибаюсь, я просто использую резиночку. В качестве резиночки мы используем палец. Так. Ну вот. Я рисую фонарный столб. Я рисую фонарный столб. Не огорчайтесь, если что-то пошло не так. Если вы вдруг увидите, что криво и что-то косо или не нравится вам, вы всегда можете убрать непонравившуюся вам вещь. Но вы поймите, если мы делаем ошибки, то мы на них же, на этих ошибках, на своих учимся. То есть мы можем, увидев, естественно, все исправить. Самое главное увидеть, что не так и вовремя с этим справиться. Вот. Поэтому я рисую абсолютно вольный перевод фонаря. Может быть, с какими-то воспоминаниями о том, что я когда-то видела. Если что-то вдруг у вас, какие-то пропорциональные вещи или еще что-то вам не нравится, ну, измените сразу то, что вы сделали. Потому что чем быстрее вы измените, тем лучше настроение у вас будет. Не забывайте, глина ловит все, ваше настроение, ваше ощущение от того, что вы делаете. и поэтому мой вам очень-очень настоятельный совет. Любите то, что вы делаете. Пусть вам нравится то, что вы делаете. Пройдет время, и вы скажете себе, ой, я могла бы сделать лучше, ой, да я бы мог сделать совсем по-другому и гораздо лучше. Да, конечно, конечно. Но когда вы что-то делаете, когда вы рисуете, работаете, лепите, строите, любите то, что вы делаете сейчас. Иначе, ну, результат будет не очень хороший. Мне показалось, что мой фонарь слишком низкий. Поэтому я стираю и достраиваю высоту своему фонарю. Мне кажется, что пропорционально он должен быть побольше. и поэтому я могу запросто совершенно изменить что-то, пока еще это рисунок, пока это набросок, пока это подготовка. Потом будет все сделать гораздо сложнее, поэтому делаем сразу. Исправляем ошибки на ходу. Исправляем ошибки на ходу. Ну, давайте сделаем так, что это какая-то вот у нас решеточка, решеточка, что-то здесь такое. конечно, взять исторический вариант решеточки, а можно и не брать, можно придумать что-то свое. А что же будет дальше? дальше, 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 дальше. Конечно, можно рисовать какую-то перспективу, перспективу каких-то зданий, набережную, все это можно сделать, все это можно сделать, вдалеке мостик, какие-то дома, какие-то башни. то есть вы можете совершенно запросто дорисовать то, что вы представляете себе в этой теме, может быть, какие-то там деревья. Я думаю, что хватит, потому что рисовать можно долго, собираться можно долго, но пора выступать делу. Мы берем с вами кисти и помним, что каждой краске соответствует своя кисть. Не забываем об этом никогда, что каждой красочке соответствует своя кисть. Без этого нам просто никак не обойтись. Поэтому давайте начнем. Конечно, живописи у нас не будет, но мы будем делать с вами графическую вещь, подобие росписи по эмали. Я беру синий цвет, который я составила из двух голубого черного и делаю первые проходы. Делаю первые проходы по своей работе. Я аккуратненько закрашиваю то, что я наметила. Я закрашиваю те детали, которые я нарисовала. когда рисовала, конечно, я должна была помнить, что каждая деталь имеет свою толщину, свой объем. Каждая деталь имеет свою материальность. Какие-то сделаны из гранита, из камня, какие-то из металла, поэтому толщина должна быть соответствующей. я могу легко намечать. Суть в том, что декоративная работа предполагает некие художественные недокрасы, недоделы, недосказанности, которые зритель может додумать сам, но может и рассердиться, потому что зритель посчитает, что вы просто нахалтурили. То есть, если вы видите, что у вас получается не очень все натуральное, не волнуйтесь, превратите эту ненатуральность в закономерность. То есть, исправьте то, что у вас не получилось, превратите это в закон. То есть, узаконьте свою ошибку, скажем так. В искусстве это возможно, это допустимый вариант в искусстве. Именно вот даже декоративно быстрее, скорее всего. Потому что, например, если ошибка узаконена в архитектуре и здание построено неверно, но вы понимаете, к чему это приводит. Это приводит к гибели людей и разрушению. То есть, не во всех областях искусства можно допускать ошибки. Но мы с вами, люди счастливые, в керамике это можно. Особенно, если речь идет о росписях, об авторских вариантах. Да, технологические процессы, а именно температура обжига, качество красок, конечно, они должны соответствовать стандартам и необходимым нормам. Но то, что мы сейчас с вами красим дома, вот, посмотрите, видите, я крашу домики вдалеке. Я рисую башенки, я рисую еще что-то, еще что-то я хочу нарисовать в виде крыши. Мне показалось, что нужно сделать немножко домик повыше, да. Я делаю здесь тоже проход по набережной, как бы, я намечаю вдалеке какие-то вещи под названием дальние мосты. Я слегка касаюсь где-то вот здесь вот сбоку что-то, нечто напоминающее деревья. Не волнуйтесь, сейчас все будет, все будет и думаю, что в не очень плохом виде, даже в узнаваемом. Ну вот так. Давайте на этом пока мы ограничимся и возьмем теперь другой цвет. А другой цвет у нас будет цвет черный. Черный цвет. Если мы возьмем открытый черный цвет, это будет слишком серьезно. Давайте возьмем палитру. Наша палитра может быть бумагой, картоном, пластиком, стеклом, крышечкой от баночки, всем чем угодно может быть наша палитра. И чуть-чуть добавим сюда, чуть-чуть добавим сюда, обратите внимание, черного цвета. То есть сейчас уже идет работа ну почти что живописная, можно сказать. Вот мы мешаем чистой кисточкой, мы размешиваем цвет, размешиваем цвет И начинаем уже думать думать вторым слоем краски. Мы начинаем думать более темной краской. Мы домешиваем еще темненько сюда в синее и проходим дальше. Вот видите, обратите внимание, где-то, да? Особенно это касается ближних планов. То есть это касается всего, что у нас находится на переднем плане. Естественно, мы сохраняем первый цвет краски голубой, синий-голубой, вот, но добавляем чего-то еще, что-то добавляем лишнего, может быть, что мы уже видим, не хватает, правильно? То есть ваш глаз, ваш глаз авторский, он отмечает недочеты, естественно, конечно, то есть то, что и в процессе работы надо немножечко действительно давать поправочки. Теперь можно взять черный, более явный, более открытый, потому что мы можем пройти еще и вот так вот, да, сделать какие-то конкретные тени, конкретные тени, вот, где-то пройти даже, может быть, еще и усугубить темноту, правда, но постараться сделать это так, чтобы все-таки воспринималось это монолитом, а не просто грязным измазанным куском. То есть примените, пожалуйста, всю художественность, все свои знания о том, как освещены предметы, как они строятся, какие характерные детали, какие моменты вы подмечали, когда гуляли по городу. Вообще, вообще память у художника это очень важная вещь. И сейчас можно все посмотреть в интернете. Чуть в том, мы сразу бежим и спрашиваем в гугл, что и как, и где, и почему. Покажите нам цветы, покажите нам животных, покажите нам что-то. Но на самом деле, конечно, память у художника должна быть в голове всегда внутри. И не нужно забывать о том, что компьютер у нас всегда внутри. Ну вот, посмотрите, маленькие какие-то окошечки, может быть немножко здесь подчеркнуть что-то, там тоже немножко пройтись вдалеке. Конечно, мы помним, что передние планы все яркие, задние планы у нас дальние, идут все более светлые. Отложили кисточку очень хорошо и взяли кисточку следующую. И теперь уже у нас голубая краска, голубая краска можно попробовать на палитре и мы видим, что она другого оттенка. Теперь самое время подумать о воде. Самое время подумать о воде. Вот так. Очень аккуратно, очень осторожно, стараясь не задеть фонарь, уже имеющуюся в нас решетку и здание, мы очень аккуратно заполняем все части нашей работы, которые касаются воды. в зависимости конечно от того, что вы нарисуете, может быть у вас на работе воды и не будет. Но в данном случае я думаю, что вот так вот. Вода горизонтальна, и поэтому мазки наши горизонтальны. Здесь мы соблюдаем принцип мазка по форме или штриха по форме и обязательно делаем по форме. Ну что же, небо. Ну давайте небо. Опять берем голубую красочку, берем ее на палитру, а мы помним, что небо отражается в воде, значит цвет цвета мы берем тот же самый, что у воды и аккуратненько, аккуратненько изображаем на небе подобие облаков. Такие кучи, что она делает, боже мой, что там летает, это что, мешки по небу летают, что ли. Друзья, не переживайте, все будет хорошо. Чуть-чуть по деревьям пройдемся тоже осветим их цветом неба, чуть-чуть по крышам где-то тоже пройдемся цветом неба, потому что все отражает друг друга. И берем следующую кисточку, тоненькую, маленькую и белый ангоп. Вот он у нас, белый ангоп. Если он сейчас кажется бежевым, кремовым, слоновой кости, это не значит, что он будет таким вечно. После того, как он высохнет и обождется, он будет абсолютно идеально белым. Поэтому я чуть-чуть добавляю в небеса. Чуть-чуть добавляю в небеса. Конечно, живописные принципы здесь как бы отчасти присутствуют, но все-таки больше здесь графичности и больше декоративности. Декоративности. Ну и конечно, должна вам еще открыть один секрет. Ну хотя вы его знаете. Вода это глубина, поэтому в воде присутствуют темные тоже, моменты. Это глубина. Потом в воде все отражается. Небо отражается, отражаются дома, отражается много всего. Поэтому отражения у нас всегда какие? Совершенно верно, вертикальные. вот мы чуть-чуть отражаем в воде берега. Чуть-чуть отражаем берега в воде. Друзья, но это все-таки не живопись. Ну не требуйте многого от меня и от своих работ. Не будьте жестоки и так сказать чересчур требовательны к своей работе, к тому, что делаю я. Не надо. Не надо. Давайте будем добрее. Это я так вас уговариваю, меня не очень критиковать. Ну ладно, хорошо. Да, мы, конечно, можем рисовать нечто такое, что будет похоже на птиц, да? Но для этого нужна очень тоненькая кисточка, чтобы птички наши летали, наши чайки, наши птицы. Вы скажете, ха-ха-ха, вот дает чайки белого цвета. Ну согласна, мы можем, конечно, пройтись по ним еще и беленьким, но таким образом то, что я сделала черным немножко оттенит нам что? Правильно, тень на крыльях. Так, ну вот, дорогие мои, все, пожалуй, что уже, с исключением самого немножко еще. Возьмем сейчас черный цвет, черный цвет, смешаем его на палитре со всем, что было до этого, голубым и черным, и немножечко, немножечко все-таки дадим еще вот здесь вот какой-то вот такой вот глубины под названием. под названием «Тонкие линии течения воды». Чуть-чуть может быть вот так, вот так, вот так, вот так. Ну и, наверное, где-то, 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 где-то у меня получился очень вольный перевод какого-то знакомого моста. я вообще отличаюсь тем, что я очень больно перевожу все. Так что, ладно. Хорошо. Ну что, осталось самое последнее. Чуть-чуть, может быть, чуть-чуть, может быть, наметить какие-то, какое-то впечатление воды, да, какие-то волны, что-то такое. Может быть, пройтись по окошечкам, немножко успокоить, по крышам чуть-чуть, то есть провести какие-то детали, детали совсем-таки переднего плана, может быть, углубить что-то на переднем плане, немножко пройтись по облакам легонечко, соединить их графически со всем, что мы сделали, а мы сначала сделали рисунок и потом уже начали вот эти наши картиночки цветные. Ну и, наверное, еще нам стоило бы сделать листву, правда? листву. А как нам сделать листву? Ну, есть разные приемы исполнения листву. Один из них это сделать трубочками, это сделать трубочками маленькие-маленькие такие вот как бы дырочки. Смотрите, вот видите, вот так вот, листву немножечко сделать вот такой вот, 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 вот такой. Но на дальнем планах мы можем как бы прочеканить листву тоненькое, прочеканить листву тоненько. А на ближних планах мы можем прочеканить листву потолще, массивнее. Но видим, что трубочка у нас грязная, поэтому инструмент советую чистить заранее, чтобы он был у вас чистый, готовый к работе всегда очень как бы хорошо. но вот такая вот кучерявая листва у нас получилась. Друзья, на сегодня все. Еще раз поздравляю вас с днем рождения нашего города. Получилось то, что получилось. Можно сделать, конечно, еще и рамочку. Рамочка делается за счет колбасок. Вот, но я думаю, что сейчас я этого делать уже не буду. просто я вам это покажу в тех фотографиях, которые будут рядышком с нашим видео сегодняшним занятием. Всего доброго! До новых встреч! Я надеюсь, что я не очень вас сегодня утомила. Жду в следующий раз. До свидания!